Сначала прочитаю одну цитату. Эта цитата принадлежит Давиду Ливингстону, который тоже служил Богу всю свою жизнь. Вот как эти слова созвучны со словами апостола Павла, эту 13 главу, которую мы рассматриваем всю конференцию. Любовь не ищет своего, правда? Очень созвучно. Вот и веет от этих слов. Любовь не перестает, любовь не ищет своего, какой-то небесной сладостью, правда? Потому что в жизни мы видим, что любовь как раз как-то все время перестает. И мы видим на каждом шагу предательство, обманы, измены, ненависть, равнодушие. Она перестает. Вот от этого мы чувствуем, что вот эти слова, они небесные. Так как нам сделать вот это на земле, да? Почему это происходит на земле, что она перестает? Потому что мы очень много внимания уделяем своему «я». Вот своему этому «я», которое даже не наше истинное «я», а плотская природа. Она требует нас очень много. Она оттягивает на себя все наше внимание. И когда мы начинаем погружаться в нее, уделять ей слишком много внимания, тогда любовь прекращается. Она перестает этот поток. И вот когда мы хотим оторваться от этого «я», это очень трудно. Вот как сделать так, чтобы не искать своего? Каждый, кто пробовал, знает, что это очень трудно. Опять «я» вступает в свои права. И очень сильно нам тут мешают чувства наши. Вот мы, женщины, такие особые существа, по сравнению с мужчинами, мы очень подвластны чувствам. У нас это такой тонкий-тонкий инструмент, такой чуткий. Он реагирует на каждое буквально дуновение ветерка. Иногда вот так, знаете, после проповеди какой-то, так настроишься на что-то хорошее. Например, вот быть терпеливым, более терпеливой. Идешь так, все, я и так в сердце хорошо, я буду такая терпеливая. Вот какая-нибудь мелочь. Наши дети знают, как нас выводить из себя, да? Или мужья. И твои чувства, они просто так взрываются. Вот твое терпение. Все, пошло прахом. И так как женщина не может ничего в себе держать, то все вот это возмущение выливается сразу на ближних. Ну и получается, никакого терпения не вышло. Или попробуйте, например, остаться беспристрастными, когда вас в чем-то несправедливо обвинили. Или не заметили ваших заслуг. Или не оценили по достоинству. Даже мелочь какая-нибудь. Знаете, вот вы целый день, например, прибирались в доме. Вы там старались навести порядок. И вот муж приходит вечером и говорит, ой, что за беспорядок вообще. В этом доме все время беспорядок. И вообще ты ничего не делаешь целыми днями. Вот посмотрите на свои чувства, да, в этот момент. Они не собираются оставаться в покое. Они сразу вспухают изо всех своих сил. И это мелочи. А если серьезное брать? Когда нас по-настоящему обвиняют в чем-то несправедливо, там унижают, оскорбляют, обкрадывают. Все это вызывает бурные чувства. Почему? Потому что наше «я» задето в это время. И оно встает на свою защиту. Вот оно в полный рост встает. Вот нам нужно понять, чтобы освободиться от такой зависимости от чувств, нам нужно понять, что мы с вами не чувства. Вот мы и чувства – это что-то разное. Потому что женщины впрямую себя связывают с чувствами. Вот я там злюсь, я сержусь. Или я наоборот проявляю нежность. Это я. На самом деле это просто чувства, которые приходят. Вы знаете, они как инструмент, который дан нам, чтобы пользоваться им для определенных целей. Так же, как и разум. Вы сами не есть эти самые чувства. И поэтому можно на них посмотреть со стороны. И можно просто не так вовлекаться в их игру. Иначе так и будем до конца дней. То вверху, то внизу. То нам очень хорошо, то нам очень плохо. Это, в принципе, ну, как хотите, конечно, можно и так жить. Но у этого есть одна очень такая плохая одна сторона. Потому что, когда мы погружаемся вот в эти чувства плотской нашей природы, мы стаем глухи голосу Божьему в нашей душе. Потому что Бог, вот там, где Он с нами встречается, вот где Он с нами встречается? Не по телефону же Он нам звонит. Помню, один брат рассказывал, как ему один раз по телефону позвонил Бог. И он, вот, правда, очень рад был. Ну, не знаю, кому еще мне не звонил никогда Бог по телефону. Но где-то же Он со мной общается. И письма Он нам не пишет, да, и вряд ли позвонит. Но вот Он, тем не менее, находит к нам где-то доступ. А случается это в глубине вот нашего сердца. Причем в такой глубине, куда вот эти самые чувства не доходят. Не доходит вот этот шум страстей, всяких вот бурь наших. И там тихо поэтому. Вот туда мы и должны стремиться, да, если хотим познать Бога, если хотим, ну, как-то с Ним соединиться. Вот знаете, как написано в Ветхий Завет, это образы для нас, да. Вот как, помните, была такая ситуация, когда на израильтян там змеи напали. И вот это такая картина, змеи ползают, они кусаются, и люди умирают, и все бегают. Ужасно, ну, страшно. И вот дети погибают. Надо что-то делать, надо что-то срочно делать. Паника. А Бог говорит, а вот остановитесь и посмотрите на медного змея. То есть вот этого всего страшного переведите глаза наверх. Вот что нужно было в тот момент, понимаете. От наших бушующих вот этих клубков, вот этих чувств, которые жалят нас иногда тоже смертельно. Нужно вот остановиться и перевести все свое внимание, весь свой взгляд полный веры наверх. И тогда, когда они смотрели на этого змея, они оставались живы, они исцелялись. Вот, ну, может, иногда не стоит вот так бегать, что-то делать, вот в какой-то быть совершенно бессмысленной деятельности, как-то вот, не знаю, всех вокруг заводить. А просто остановиться и посмотреть вверх. На самом деле змея этот был только предлогом, чтобы посмотреть наверх. Потому что когда из него сделали потом идола, нехуштана, и стали перед ним ходить, его быстренько Бог сказал убрать. То есть смотреть надо только на Бога, да? Никакие такие вот фетиши, никакие такие образы. Ну, это только временно. Это только дано для того, чтобы мы научились смотреть на самого Бога. И вот еще вам скажу одну вещь, что мы как кровеносные сосуды. Вот у всех есть кровеносные сосуды в теле, да? И пожилые люди знают, как важно, чтобы сосуды были свободные. Свободные. Имели просвет. Почему? Потому что через них тогда кровь проходит спокойно. И вот стоит только сосуду закупориться, как начинаются всякие проблемы. Инсульты, ну и все прочее. Вот это очень-очень опасно. И вот мы с вами в теле Христа должны быть, как эти свободные кровеносные сосуды. И если сосуд свободен, через него течет вот эта Божья жизнь. Но стоит нам погрузиться вот в самого себя. Я, я, я. Ой, я какой несчастный. Ой, я там какой я. Еще какой-нибудь. Все, сосуд закупоривается. Бог не действует там, где я. Бог, он действует там, где он сам. Поэтому мы должны вот в самих себе встречаться с ним. Природа Бога давать. А природа души принимать. Вот наша задача. Быть таким свободным сосудом, который принимает, принимает, принимает. И как Бог бесконечно может давать, так наша душа бесконечно может принимать. Потому что из нее потом написано, текут реки воды живой. Она не просто в себя все принимает, она потом дальше начинает отдавать. Вот это картина настоящей здоровой духовной жизни. И вот когда мы будем, научимся принимать от него много, тогда Бог наши чувства будет использовать на добро. Потому что чувства сами по себе не зло. Я же сказала, это инструмент. Одним и тем же инструментом можно делать разные вещи. Хорошие и плохие. Так вот, Бог не просто так снабдил женщину такими вот нежными чувствами. А мы имеем определенную задачу. Потому что люди, они нуждаются и в утешении, и в сочувствии, правда? И в любви, и в каком-то вот сопереживании. Именно мы, женщины, способны это дать. Мы не можем сказать, все, теперь я ничего не чувствую. Нет, ты чувствуй. Но если ты будешь с Богом связана, тогда Он сделает из твоих чувств собственный ресурс для проявления любви в этом мире. Ну скажите аминь. Это очень слабый аминь. Это же важно, дорогие. Потому что мы мучаемся от наших чувств всю жизнь. Давайте их направим на что-то хорошее. И вот я хочу... Сегодня вот мы на самом деле очень много слышали уже примеров. жизни библейских женщин. И я тоже, как Оля, сидела и думала, вот возьмут они моих женщин или не возьмут? А у меня их аж шесть. И никто не взял моих женщин. Поэтому я очень рада, что я могу вам про них рассказать. Я понемножку про каждую. Я не буду всю их жизнь описывать. Я только возьму ключевые моменты, в которых проявлялся их вот характер. Вот их вот это вот... Либо это была плотская природа. Ну чего было больше? Духа или плоти в их жизни? И если кто-то хочет узнать про них целиком, читайте Библию. А я вот расскажу только немножко. Значит, второе царство 6.16. Первая женщина у меня будет Милхола. 6.16. Я читаю по современному переводу. Когда ковчег Господа въезжал в город Давидов, Милхола, дочь Саула, выглянув в окно, увидела Давида в выступлении танцующего перед Господом. Вот как мы, наверное, сегодня. И исполнилось презрение к нему. И 20-й, 23-й стих. Давид вернулся, хотел благословить свой дом. Навстречу ему вышла Милхола, дочь Саула, и сказала, «Достойно живел себя сегодня царь Израиля, скакал голым перед рабынями своих слуг, словно какой-то болван». Так написано в Библии, я ничего не придумываю. «Не перед ними, — ответил Давид Милхоли, — а перед Господом, который избрал меня вместо твоего отца и его рода, поставив меня правителем Израиля, народа Господнего. Да, для Господа я готов исплясать, унизиться даже больше, умолиться перед ним, а перед рабынями, о которых ты говоришь, я не уроню своего достоинства». До конца жизни у Милхолы дочери Саула не было детей. Вот немножко посмотрим на вот эту вот женщину. Вот есть такие люди, которым реально есть чем гордиться, а есть совершенно вот люди такие пустые, недалекие, но с таким самомнением, что просто удивительно, откуда они, на чем они это строят. Они на пустом месте строят свое величие. Вот Милхолы, например, я считаю, но она несколько раз упоминается в Библии, нигде не проявила ни одного положительного качества. Ну, то, что она родилась дочерью царя, это была не ее заслуга, правда? Она просто была вот такой надутой, такой гордой и совершенно ни о чем. Ни на чем не строилось вот это. Высокомерная она была. Из-за своего такого раздутого себелюбия она никого вокруг не замечала. Вот с ней рядом был человек Божий, да? Чудесный Божий помазанник. Вот по идее, ей бы научиться от него чему-то, но это был не ее случай. Она просто жила для себя. Своим вот этим каким-то мнимым достоинством, своим мнимым величием. И когда в жизни царя Давида случился самый радостный день, вот когда он исполнилась его мечта, этот ковчег вошел в Иерусалим, он так долго этого ждал, там было столько с этим неприятностей, с этим трагедий. Вот, наконец, ковчег идет, Давид снял свою царскую одежду. Конечно, он не был совсем голый. Он был в нижнем этом вот, как льняной и фот, как вот священники вообще-то одевались. И знаете, что он хотел этим показать? Что вот пред Господом в данной ситуации Он такой же, как все. Никакой разницы нет между царем и слугами, когда мы поклоняемся Господу. Он хотел показать, что просто нет никакой разницы. Но Милхола этого совершенно не оценила. Она в этом увидела только унижение своего достоинства царского. Потому что раз ее муж унизил царскую семью, значит, он унизил и ее саму. И чем кончается вот такая самовлюбленная жизнь? А она кончается, дорогие мои сестры, бесплодием. Не только бесплодием в смысле плода чрева, но бесплодием вообще. У тебя просто не будет никаких добрых плодов, к сожалению. И вот такая жизнь твоя пройдет впустую, если вот так вот самовлюбленно к себе относиться. Второй пример у меня – это из «Судей 16.4». «Судьи 16.4». Один стих всего. Потом Самсон влюбился в женщину, которая жила в долине Сарек. Звали ее Долида. Филистимские правители пришли к Долиде и сказали ей, попробуй-ка обхитрить его, узнай, в чем секрет его великой силы, как нам одолеть его, как связать его и справиться с ним. А мы дадим тебе по 1100 шекелей серебра каждый. Вот тоже женщина, рядом с которой оказался помазанник Божий. Но этой женщине нечем было гордиться. Точно. Она и не гордилась. Она была простая филистимлянка, да еще и, наверное, легкого поведения. Потому что даже Самсон на ней не женился, а просто с ней жил. Это показатель. И вот эта женщина, она оказалась рядом с таким потрясающим человеком. И тоже могла изменить круто свою жизнь. Но она эту встречу, эту возможность познать Бога не использовала. И вот эту жизнь с Самсоном она направила на свои личные цели. Вот Самсон, он же был лидер народа. Представляете, такая личность, такая живая легенда. Он ее возвысил в собственных глазах. О, такой мужчина. И у моих ног тут валяется. Она как бы вот очень так в своих глазах, во-первых, превознеслась, а во-вторых, в глазах окружающих. Потому что лидеры народа стали к ней ходить домой и о чем-то там договариваться. А ведь в то время женщина была вообще униженное существо. Никто с ней не собирался разговаривать. И вдруг они прям приходят вот так вот. Пожалуйста, да ли да. Да еще денег тебе дадим. Ой, она такая была довольная, что вот она так вдруг была такой, ну вообще совершенно никакой, а стала такой важной персоной. Только, к сожалению, до Самсона ей было совершенно все равно. Вот она только о себе думала, только о своем эгоизме. И чем кончается вот такой вот эгоизм, такое стремление к личной выгоде? Оно кончается предательством. Один из самых печальных примеров, наверное, в Библии. И потом ведь она, скорее всего, вы знаете, когда мы в своем эгоизме пытаемся что-то выгадать для себя, что-то высчитать, я вот так сделаю, ну тут сподличу немножко, ну тут обману, ну тут обхитрю, а мне потом будет хорошо. Вы никогда не выгадаете для себя ничего, потому что ни один человек не знает, как сложатся дальше обстоятельства. У той же Далиды, скорее всего, она погибла в том же храме. Помните Дагона, когда Самсон толкнул колонны, они там все были. И она, скорее всего, погибла вместе со всеми. Вот и вся ее, так сказать, выгода. Вот и порадовалась она. Поэтому не будем в эгоизме в своем. Такие слепые, такие зашоренные. И третья женщина. Она совершенно ужасная. Это Язовель. Откройте вот Третье Царство, девятнадцатую главу. Сейчас я вам про самых плохих женщин расскажу. Язовель была страшная женщина, это точно. Язовель, Третье Царство, двадцать один, двадцать три, двадцать пять. Об Язовеле так говорит Господь. На поле близ Изриэля собаки сожрут Язовель. В городе трупы Ахавовой родни станут добычей собак, а за городом пищей стервятников. Такой ужасный конец. Какая ужасные, какие слова были изречены, когда она еще была жива. Вот эта женщина, она была как раз одарена таким незаурядным умом. У нее были свои очень хорошие качества. Проницательность, решительность, такая волевая она была. Она была дочерью седонского царя в стране, которые поклоняются Валу. И к ней была проявлена Божья милость также. Вот понимаете, ко всем этим трем женщинам, которые в итоге как-то не попали, прошли мимо цели в итоге, к ним была проявлена Божья милость. И какая еще? Не все наши мужья похожи на Давида, на Самсона. Ну, вот у них были такие мужья великие. Ну, мой-то похож, конечно. Конечно, мы вот можем учиться от людей, которые рядом с нами, правда? Я вот постоянно, я сегодня говорила на мастер-классе, я спрашиваю у Виктора обо всем, я учусь у него, я стараюсь не пропустить эту возможность, которую Бог мне дал, да, познавать Бога вот рядом с таким человеком. А вот эти вот женщины, они как-то были глухи совершенно к действию Бога в своей жизни. И она же тоже, ну, у ней муж, конечно, был не подарок, но она зато была из этого Сидона переведена вот в Израиль, жила там, видела Божьи чудеса, слышала Божье Слово. Ну, и никак вот, опять же, ничего ей не помогло. То есть она могла повлиять на своего слабохарактерного мужа, а Хав был очень слабохарактерным, ее муж. И она слишком любила власть. Вместо того, чтобы использовать свои хорошие качества, да, помните, мы говорили на мастер-классе, что от женщин больше зависит, чем они, ну, думают. И Изавель могла на него повлиять. Вместо этого она подавила его окончательно, взяла над ним власть, и взяла власть также над всем Израилем. И творила такие дела, что казалось, что она над самим Господом Богом взяла власть. Такая вот у нее была безнаказанность, такая наглость, такая жестокость, что, кажется, до какого же безумия может дойти человек, да, в своей гордости, что она вот так вот просто творила такие вещи. И в итоге царь Ахав стал худшим царем в Израиле, а ее имя стало нарицательным именем всякого вот зла, всевозможной мерзости. Чем кончается вот эта жизнь жестокости, богохульства, властолюбия? А все это ведет к вечному проклятию и к бесславному концу. Еще одну женщину я возьму. Это Мариам. Мариам – это исход, пятнадцатая глава, девятнадцатый и двадцать первый стих. Видите, мы не в хронологическом порядке, а больше по их, ну, по их значению, потому что сейчас я перехожу к хорошим женщинам. Исход, пятнадцатая глава, девятнадцать двадцать один. Когда вошли вглубь моря конные колесницы фараона и его всадники, то Господь повернул против них воды морские. А сыны Израилевы прошли по дну моря, как по суше. Мариам, пророчица, сестра Аарона, взяла бубен, и все женщины пошли следом за ней с плясками и бубнами. И Мариам запела песню Господу. Вот такая женщина. Причем, знаете, когда вот это случилось, ей уже было около ста лет. Вот такая была крепкая, зрелая женщина. И она была исключительной, женщиной с исключительными вообще дарованиями и с исключительной судьбой. Потому что вот при всей вот этой приниженности женщины, она стала лидером целого народа. Одной из лидеров, вместе со своими братьями. Она руководила народом, была пророчицей. Это было, конечно, из ряда вон. И вот знаете, когда я смотрю на ее жизнь, я понимаю, что наши дары и таланты это не только радость, не только благословение. Это еще и какой-то груз дополнительный. Потому что на тех, кто на виду, кто на сцене, кто просто известный, кто делает какие-то вещи, за ком люди идут, за кем люди идут, вот на этих людях особая ответственность. они не должны свое «я» ставить на первое место. А оно вот так вот и лезет на первое место. И Мария была же, она очень верная была. У нее своей семьи не было. Она все свое время тратила на народ, на свой, и на свое служение. Все силы этому отдавала. Единственное, что Бог от нее хотел, чтобы она принимала Моисея, своего брата младшего, как лидера. И вот, понимаете, она уже, вот ей за сто лет, такая вот женщина, вдруг происходят такие события, когда в ней проявляется вот то, что зрело в ней давно. Это означает, что Богу никогда не все равно, что происходит в нашей душе. Даже если тебе уже там девяносто семь лет, знай, что Бог где-то да проявит вот то, что в тебе. Он воспитывает нас до самого конца. И вот у Мария им так получилось. Она вдруг вот восстала против Моисея, и все. Там был повод, что он взял вторую жену себе и Ефиоплянку. Я уж не знаю, сколько ему было лет, но где-то около того же. И он еще вторую себе жену взял. И это ее возмутило. Она сказала, да что такое? Но это был только повод. На самом-то деле причина-то была в ее непослушании и в гордости. То есть она думала всегда, что они с Аароном точно такие же правители, как и Моисей. И нечего ему тут возгор... Ну, что он возгордился. И вот тут эта пожилая, самоуверенная такая уже женщина получила урок, который она никогда в жизни уже не могла забыть. Потому что когда они выступили против авторитета Моисея, они выступили против авторитета Божьего. Это был Божий помазанник. И вот она покрылась проказой. И вот та, которая была всегда, знаете, на высоте, в гуще событий, она должна была с позором идти застан от людей в одиночество и кричать там «Нечиста! Нечиста!» Когда кто-то подходил. Это была ужасная судьба. Бог смилостивился. Там проказа это всего было семь дней, но сколько она пережила позора, унижения и раскаяния за семь дней. Но на самом деле она раскаялась, потому что Библия ничего потом о ней больше не говорит, но о кончине ее упомянуто. Значит, она прожила достойно своей жизни. И урок, который я могу извлечь из этой жизни, то, что может каждый из нас поступить неправильно, главное вовремя раскаяться. И еще одна женщина, которую я не могу сегодня не сказать, это Есфирь. Вот кому было чем гордиться. Вот просто история Золушки, правда? Сказочная история. Девушка с самых низов, потому что она принадлежала униженному, бесправному народу, плененному, израильскому. Еще и сирота. Вот она вот попала на самые верхи. Она выиграла конкурс красоты. Лика знает, да, как это вообще непросто. То есть она прошла все это и стала женой могущественного царя. Там империя была персидская от Индии до Эфиопии, 127 провинций. Громадные богатства. Вот она встает во главе вот такой гигантской вообще машины. И у нее было богатство определенное, красота. Это такое богатство, которого, в общем, женщины жаждут, наверное, больше всего. Всем нам хочется быть красивыми. Некоторые идут на это, на страшные жертвы из-за этого. Но у Исфирь было еще одно богатство. У нее было сердце правильное, кроткий, смиренный дух и мудрость свыше. И, вы знаете, вот я хочу открыть Иакова 3,17. Иакова 3,17, где написано про вот эту мудрость. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, во-вторых, миролюбива, коротка, сговорчива, исполнена милосердие, плодов добрых, непристрастно, нелицемерно. И, понимаете, там написано еще в другом переводе, что она послушна. Вот это про Исфирь как раз. Она была послушна. Она слушалась своего дядю, когда была ребенком, и она стала его слушаться, когда она стала вот царицей. Знаете, как есть поговорка, если человек добился успеха или разбогател, с ним нужно знакомиться заново. Так вот с Исфирь так не произошло. Она осталась такой же кроткой. И вот я смотрю на Лику, она тоже, Бог ее посылает вот на самые верхи, да, чтобы она шла вот к власть имеющим, к этим акулам, китам, и чтобы она вот не боялась, не славим Слово Божье. И если вот она останется в этом кротком сердце, в таком послушании, то Бог ее будет сильно использовать, я думаю. Слава Богу, за тебя, Лика. Вот у нас есть прямо пример перед глазами живой, да. И вот Исфирь тоже она вот была такая. Она слушалась, она подчинялась водительству Божьему через своего дядю. И когда он ей сказал, иди к царю и заступись за народ, а она уже пять лет была замужем и не рассказала, кто она. Теперь иди к царю и заступись за народ. И он ей сказал, знаешь, говорит, не для такого, не для этого ли часа ты достигла достоинства царского. И вот Исфирь, конечно, ей было по-человечески страшно. Она просто поставила всю свою жизнь под угрозу. И вот она на свои чувства не посмотрела. Она поставила их гораздо ниже, чем Божье повеление. И пошла, и вы знаете, что она стала спасительной ценности целого народа. Значит, вот Бог дает нам дары и таланты не просто так, не чтобы мы любовались собой, а чтобы мы делали Его дела. И когда мы отдаем себя Богу полностью, то наши скромные дарования превращаются в великие дела. Аминь. Все, наверное, знают, да как Бог может удивительно использовать человека. И последнее, про кого я хочу сказать, это Анна Пророчица. Вот эта женщина вызывает у меня восхищение больше, больше всех. Больше всех женщин, которых вот я размышляла, когда готовилась. И откройте, пожалуйста, Лука, вторая глава. Лука, вторая глава, 36-38. И была там пророчица Анна, дочь Пинуэла из племени Асира. Она была очень старая. Прожив после замужества семь лет с мужем, она овдовела и была вдовой уже восемьдесят четыре года. То есть ей было под сто лет, в общем. она никогда не покидала храма, день и ночь служа Богу постом и молитвой. В это время она тоже подошла к ним и благодарила Бога. Вы знаете, кто это были? Это была семья Иисуса, когда Он родился. И всем, кто ждал свободы для Иерусалима, она рассказывала о младенце. Вот женщина, совсем вот смотришь на нее, если вы ее представите, на вид прям презренная вдова, а тогда очень, это было самое низкое социальное положение. И такая старая, сгорбленная, вот ни красоты, ни величия, ни вида, да, вот Бог ее почтил. Потому что она, во-первых, Он ей дал пророческий дар, а тогда это было исключением. По пальцам можно пересчитать всех женщин-пророчиц в Библии. Во-вторых, Он поставил ее между Ветхим и Новым Заветом, она как бы была вот в середине, такая провозвестница. И самое главное, она увидела, как родился и Иисус. Вот Он для нее родился по-настоящему. То есть она получила свое личное богопознание. Она не стала, вот когда вот в Израиле муж умирал у женщины, то ее судьба была печальна. Она просто должна была вернуться в дом родителей, если они были еще живы, просто доживать свой век, просто ждать смерти. Никакого будущего у нее не было. Оставалось только оплакивать себя. Так вот Анна, которая прожила-то всего семь лет с мужем, во-первых, она потеряла близкого человека. Это было уже горе. И кроме того, вот настолько перед ней открывалась бесперспективная жизнь, что просто вот жалко ее. Но она себя жалеть не стала. Она взяла, просто махнула на себя рукой и пошла служить Богу. Все, она не собиралась раздувать свое горе там, вообще про себя думать. Она всю жизнь провела у храма. из-за этого она наслаждалась Божьей свободой, понимаете? И просто вот видела этого рожденного Иисуса. О таких людях вот говорить-то трудно, потому что они, как сказать, ничего вроде не достигли. Но я верю, что вот они на небе будут самыми великими. И когда вот мы, видите, когда мы забываем себя, когда вот мы это я отодвигаем на второй план, то мы сливаемся с Божьей сущностью и как бы Сын Божий рождается в нашем Духе. Сын Божий может родиться в каждом из нас. И тогда вот этот Сын Божий Слово, оно стает для нас не просто каким-то отвлеченным словом, но живым и действенным. Потому что Он родился в нашем Духе. Слава Богу! Когда вот мы смотрим на этих женщин, они по времени от нас далеко-далеко, но по сущности они очень близки к нам, потому что за все это время человеческая природа не изменилась, правда? И каждый из нас намешан понемногу от всех этих женщин, потому мы и можем извлекать уроки из всех этих жизней. Каждый из нас иногда бывает очень плохим, очень таким неприятные дела делает, и когда-то мы бываем на высоте Духа. И какие эти женщины разные, вы посмотрите. Они разные по социальному положению, по семейному положению, по возрасту, по дарованиям. Они вообще все разные. И вот у них была одна задача у всех проявить в себе вот это Божье подобие. Стать подобием Божьим, стать орудием в Божьих руках. Вот Бог от всех них этого хотел, но не все справились. И это означает, дорогие мои, что Богу вообще все равно, какие мы здесь на земле. Вот чего мы тут из себя представляем? Это вот нам не все равно, а Ему все равно. Ему нужно, чтобы мы были вот с сердцем для Него открытым. Ему нужно было, чтобы мы вот себя самих презрели. А мы с вами что? Мы ищем своего. Нам нужно, чтобы мы были успешные, такие яркие, чтобы мы были всего, все у нас было, все было хорошо, все правильно. И вот мы тратим свою жизнь на это. Мы просто растрачиваем свои силы. И, как говорит Экклезиаст, это погоня за ветром. Это и нету. Так вот, надо задуматься, на что мы тратим свою жизнь. Вы понимаете, когда мы ищем своего, когда леда. Вот что мы в итоге там выгадаем-то? Что вот мы там найдем-то? Да ничего мы не найдем. Одни разочарования, это как песня поется, здесь женщины ищут, а находят лишь старость. И вот к этому мы и придем. И посмотрите на Анну, которая просто свою жизнь отдала к его ногам. Пережила утешение, пережила его свободу, пережила вот эту сладость его общения. отец. Корректор А.Егорова отец. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова